Судебный процесс, который может серьезно испортить репутацию британской армии, начался в Лондоне. Сотни граждан Ирака утверждают, во время войны солдаты, подданные ее величеством, массово применяли особые методы допроса. Военные доказывают, что даже если такое было, случаи единичные. Дмитрий Сошин разбирался в подробностях дела. Это пока самая серьезная попытка 200 иракских семей доказать, что у британских военных в Ираке был свой Абу Грейб. В высокий суд Лондона адвокаты принесли объемное досье. В нем описаны пытки и издевательства над мирными иракцами. Речь идет о вопиющих случаях. Даже если мы сразу не добьемся открытого обсуждения этих преступлений, мы не сдадимся. Есть сотни дел, которые только предстоит рассмотреть. Рано или поздно Британия должна за это ответить. Скорее всего, судей рассмотрят дело иракца Бахи Муссы. В 2005 он скончался после силового допроса в британской полевой тюрьме. Но его связь с повстанцами так и не была доказана. Суд в течение трех дней должен определить, являлись ли пытки и издевательства над иракскими пленными практикой для британских военных. Или же это были все же единичные случаи. Если суд определит, что пытки и издевательства были системой, то тогда расследованием всех этих случаев будут заниматься не военные следователи, как это происходит сейчас, а гражданский суд. И специальная комиссия. В нее готовы войти известные политики и правозащитники, выступавшие против военных операций британской армии в Ираке и Афганистане. Военные пока пытаются откупиться. Семьям пострадавших министерство обороны заплатило почти 15 миллионов фунтов. И ни один солдат еще не попал под суд. Я согласен с результатами расследования. Все, что случилось с Мусой, позор для британской армии. Мы извинились перед его семьей и перед всеми жертвами пыток. Дальнейшее расследование чревато не только миллионными выплатами, но и огромными репутационными потерями. Закончив иракскую кампанию в 2008-м, британцы хвастались, что в отличие от американцев, в Ираке они воевали как джентльмены. Я надеюсь, что мировое сообщество обратит внимание на то, что мы открыто расследуем преступления в армии. Обидно, что требуя от других достойного поведения, мы сами оказались не на высоте. Многие опасаются, что иракское досье – это лишь начало. Другая, афганская война для британцев еще не закончилась.